Привет! Принц живет поистине королевской жизнью в огромном особняке со своей любимой хозяйкой. Однако беспечная жизнь заканчивается в тот день, когда женщина умирает. В доме появляются наследники, которые сразу же решают избавиться от щенка и отправляют его на свалку. Потерявшийся принц попадает в руки Зои, девушки, которая работает на трех работах, чтобы осуществить свою мечту стать певицей. Несмотря на свое и без того непростое положение, Зои оставляет щенка у себя, однако она не подозревает, как это решение изменит ее судьбу. В роскошных покоях на пуховой подушке сладко спит принц. Дворецкий Джеймс будет щенка, который замечает бабочку на своей мордочке и, перепугавшись неизвестного монстра, бросается на руки к добродушному старику в поисках защиты. Дворецкий посылает за личным психотерапевтом принца, который возвращает его в состояние душевного равновесия, после чего его высочества причесывают и умывают перед началом нового беззаботного дня. Довольный собой и жизнью, щенок спускается по ступеням особняка и бросается в объятия любимой хозяйки. Женщина берет принца в спа-салон и на шопинг, кормит лучшими стейками и смотрит вместе с ним кино, и каждый день эта история повторяется заново. Однако однажды вместо теплых объятий принц прыгает в мрачную пустоту. Хозяйка не встречает его, а повсюду ходят незнакомые люди, которые не обращают на пса внимания. Одинокий принц взбирается на кушетку у окна, откуда видит подъезжающую к особняку ржавую Колымагу. Из автомобиля выходит парочка, Клэр и Норберт, которые лишь изображают скорбь по поводу кончины состоятельной тетушки. Дворецкий впускает гостей и наследники тут же бросаются осматривать имение и подсчитывать, какое огромное состояние переходит в их собственность. Осматривая дом, жадная парочка наталкивается на принца, который бросается к ним с приветственными объятиями. Однако наследники вовсе не рады такой встрече, да и содержание щенка может обойтись в кругленькую сумму. Поэтому Норберт вышвыривает пса за двери, а следом и его коробку с игрушками. Принц запрыгивает вслед за ней и оказывается заперт, после чего грузовичок отправляется на свалку. Нотариус приглашает наследников прослушать завещание тетушки, которая и правда решила оставить им свое состояние. Но оказывается, что для преждевременно ликующей парочки есть особое условие. Они должны позаботиться о верном друге тетушке, иначе лишатся прав на состояние. Предоставив им время до понедельника на выполнение требования, юрист удаляется. Хитрецы решают разыскать и вернуть ненавистного им щенка, а после подписания бумаг отправить его в приют. Грузовик мчится в ночи. Внутри грязный с ног до головы принц подпрыгивает на кочках вместе с прочим мусором, оказавшимся личными вещами его любимой хозяйки. Жалобно поскуливая, щенок укладывается спать на их совместном портрете. Под колеса машины выскакивает белка. Водитель пытается объехать ее, и фургончик заносит на повороте, из-за чего через задние двери вместе с прочим содержимым вылетает и принц. Ранним утром белка замечает торчащие в дупле лапы и хвост спящего пса. Грызуны вытягивают незваного гостя наружу, и пока тот пытается оправдаться за вторжение, из беличьего тайника один за другим вываливаются орехи, поток которых быстро превращается в настоящую лавину. Разъяренные грызуны, намеревающиеся отомстить расхитителю их припасов, окружают принца. Их предводитель срывает с него драгоценный ошейник и, использовав его как пояс, с диким хохотом вместе с сородичами скрывается в лесу. Принц бредет по лесу в одиночестве и считает все происходящее лишь дурным сном. Внезапно он слышит автомобильные сигналы. Щенок идет на источник звука и выбирается в город, наполненный новыми незнакомыми запахами, которые увлекают и заставляют забыть об опасности. Завороженный принц добирается до грузовичка с сосисками, которые тут же принимается жадно уплетать, как вдруг понимает, что поживился чужой добычей. Грозная Рози заставляет его вернуть проглоченное и пытается прогнать принца злобным рычанием. Это привлекает внимание мясника, который находит собак, поедающих его товар. В попытке спастись, Рози с принцем врываются в ресторан, где проходит банкет. Они устраивают погром на глазах разъяренного шефа, а после вылетают через парадный выход на проезжую часть и оказываются прямо перед колесами мопеда курьера из пиццерии. Разгневанная Рози обвиняет принца в том, что он лишил ее обеда, как вдруг перед ней падает коробка ароматной пиццы. Она, не раздумывая, хватает ее и скрывается в ближайшей подворотне. Принц торопливо следует за ней. На своей ржавой машине Клэр и Норберт приезжают к офису известного сыщика Турмана Санчеса. По сигналу дверного звонка Санчес спрыгивает с дерева словно обезьяна и приветствует своих гостей. Парочка обещает сыщику баснословное вознаграждение за поимку принца к понедельнику, и тот без промедления бросается на поиски обозначенной цели. Зои Белл, работающая курьером, пытается объяснить своему начальнику причину исчезновения пиццы. Мужчина с каменным лицом выслушивает историю о двух уличных псах, которые утащили коробку, и обещает вычесть стоимость пропавшей пиццы из зарплаты девушки. Вернувшись в квартиру, Зои звонит на конкурс авторов-исполнителей, чтобы оставить заявку на участие. Девушка мечтает стать певицей и сквозь все жизненные трудности продвигается к мечте. Ее приглашают на кастинг в понедельник, для выступления на котором у нее еще даже не написана песня. Принц преследует Розе, которой это явно не нравится. Он напрашивается на ночь в ее дом и, к своему удивлению, узнает, что Розе живет в лесу. Так вы бездомная? Не обзывайся. После холодной ночи на голой земле, Розе пытается скрыться от приставучего щенка, пока тот спит. Однако принц просыпается и преграждает ей дорогу. Дворняжка, которой необходимо найти еду, чтобы пережить еще один день, все же пытается отделаться от щенка, требующего поиграть. Вдруг принц замечает собачью площадку, куда и отправляется в надежде, что местные псы знают дорогу к его дому. На площадке принц знакомится с местными обитателями, которые принимают его за бродячего пса из-за отсутствия ошейника и отправляют на проезжую часть, чтобы он смог напроситься к кому-нибудь домой и не попасть в приют. Волею судьбы прямо перед его носом останавливается мопед Зои Белл. Узнав воришку пиццы, Зои решает забрать его к себе на время, пока не найдется хозяин. Девушка тайком проносит щенка в свою съемную квартиру, где ей нельзя держать животных, и хозяин напоминает ей о срочной оплате задолженности. Зои угощает нового жильца пиццей и весело проводит время с принцем, напевая ему варианты возможной песни для выступления на конкурсе. Девушка быстро находит с щенком общий язык и мастерит ему новый ошейник. Утром Зои отправляется искать хозяина потерявшегося щенка. Девушка приходит на собачью площадку, чтобы расклеить объявление. Принц отправляется к уже знакомым собратьям, но те снова отвергают щенка, который провел всю жизнь в роскоши. Тут же на беднягу набрасываются белки, которые не прекращают преследовать расхитителя дупла. Они вновь окружают свою жертву, однако за принца внезапно вступаются его новые товарищи. Стая решительно бросается в бой против грызунов, намереваясь отнять у наглой белки ошейник принца. На месте сражения неожиданно появляется Турман, который выследил свою цель. Выхватив из клуба пыли добычу, он торопливо скрывается из виду. Однако же принц оказывается на месте, а сыщику достается предводитель беличьего отряда, с которым он вступает в сговор, отдав в качестве вознаграждения целый фургон орехов. Вернувшись домой, Зои оставляет принца и отправляется на работу, но за девушкой из укрытия наблюдает Санчес, который уже послал грызунов в ее квартиру. Белки проникают внутрь сквозь вентиляционную шахту и устраивают в квартире чудовищный погром, после чего запирают принца в подъемной кровати и скрываются. Вечером девушка с ужасом обнаруживает последствия беличьего набега. Сломана даже ее гитара, без которой ей точно не стать известной певицей. Обнаружив щенка, Зои ругает его, считая виновным в разгроме. Тут же на пороге появляется разъяренный хозяин, который решает вызвать службу по отлову собак, а квартирантку заставляет съехать на следующий же день. Принц оказывается в приюте и встречает там Рози. Оказывается, она не всегда бродила по улицам. Рози рассказывает, что раньше жила в семье, где ее любили. Однажды на семейном пикнике она бросилась спасать мальчика из-под колес грузовика, однако его родители увидели только как Рози тащит его за шиворот и решили, что она напала. С тех пор Рози никому не доверяет и держится в одиночестве. Она также предостерегает и принца. Если он доверится Зои, то с ним может случиться то же самое, ведь он уже оказался в приюте. Рози считает, что единственный путь для него теперь – стать настоящим псом и познать уличную жизнь, полную приключений. Но щенок все же верит в другое. Зои получает сообщение о том, что прослушивание состоится через час. Девушка с тоской смотрит совместные с принцем фото и собирается силами, чтобы сделать сложнейший выбор в своей жизни. Схватив ключи от мопеда, она отправляется разыскивать принца, отбросив листовку конкурса исполнителей. В приюте появляется Санчес, который в предвкушении скорого вознаграждения забирает сопротивляющегося принца. Разминувшись с сыщиком всего лишь на несколько минут, в приюте появляется и Зои. Обеспокоенная девушка отчаянно зовет щенка. Увидев эту картину, Рози понимает, что Зои действительно дорожит принцем и никогда не предаст его так, как это сделали ее хозяева. Она побуждает остальных собак организовать побег, чтобы помочь принцу и Зои найти друг друга. Санчес появляется на пороге особняка заказчиков и вручает пропажу, требуя взамен оплату. Вместо этого Клэр захлопывает дверь перед носом сыщика, однако он настойчиво звонит снова и снова встречается носом с дверью. После трех попыток Санчес понимает, что придется действовать иначе. Обитателям приюта тем временем удается вырваться и отправиться на принца. Разыскивает щенка и Зои, которую поиски приводят на собачью площадку. Тут же появляется и Рози, которая первым делом отправляется за помощью к собратьям и рассказывает им о произошедшем. Корги Белла с огромными ушами, чей слух, к тому же многократно усилен ветеринарным воротником, находит по звуку местоположение фургона сыщика. Получив адрес, Рози бросается к Зои с ошейником принца и девушка мгновенно понимает, что смышленая собака знает, где он находится. Тем временем в особняке нотариус встречается с наследниками. Клэр пытается убедить юриста, что отлично подружилась с малышом и требует немедленно подписать документы на наследство, когда на пороге появляются Зои и команда. Дворецкий впускает гостю, утверждающую, что она разыскивает свою собаку. Девушка входит в дом за секунду до того, как Клэр могла подписать бумаги. Принц радостно бросается к своей хозяйке, чем вызывает недоумение юриста. И тогда выясняется, кто на самом деле приглядывал за псом все это время. Вдобавок ко всему, в кабинет врывается Санчес, который требует оплату за свою работу и рассказывает жуткую историю, как гонялся за псом всю неделю. Услышав это, юрист лишает Клэр возможности получить наследство. В кабинете также появляются белки и бродячие псы, и начинается жуткая заварушка, звуки которой доносятся до оставшейся на крыльце Рози. Ей удается прорваться внутрь и выхватить своего друга из лап безумной белки в самый последний момент. После того, как все успокаиваются, юрист решает дать принцу право выбора своего хозяина. Счастливый пес мчится мимо алчных наследников и сыщика и бросается прямиком в объятия своей новой хозяйки. Так полюбившая пса бескорыстная девушка становится наследницей огромного состояния. Вы хорошая девушка, мисс Белл. И я уверен, эти деньги вы пустите на благое дело. Зои строит новый собачий парк и называет его в честь первой хозяйки принца. На открытии она выступает на сцене со своими песнями и в толпе зрителей оказывается агент, который замечает молодую перспективную исполнительницу. Название мультфильма ты как всегда найдешь в описании. А в комментариях рассказывай о своем питомце. Балуешь ли ты его так же, как баловали принца? И не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий классный пересказ. Субтитры подогнал «Симон»!